Сейчас я вам такое покажу слабоневным, нелюбящим самоучек-экспертов не смотреть. Все проспойлерил в самом начале, но в реальности нюансов будет много. Поехали. Ну что, возникла у меня необходимость самостоятельно проверить валы, чтобы не проваливались. Чтобы не слишком проваливался. Ну я и думаю, схожу к Юссе. Не, реально к Юссе. Это не собирательный образ. Юссе. Он за 10 евро проверяет каждый вал. Ну а я такой думаю, да не, можно что-то, наверное, самому сообразить, раз уж я там все разобрал в редукторе. У меня там ссылки в описании куча по этому редуктору. Во всем разобрался. Так давай-ка попробую придумать что-то и для проверки валов. Ну и мозжечок закрутился. Кстати, мы их проверим не только на биение, но и на фасочки. Это я уже закатал после того, как проверил и понял, что так тоже можно будет. На то, что вот здесь вот съела не больше, чем положено. Полностью рассказывать о том, как крутился мозжечок и показывать я не буду. Но дальше мозжечок привел меня к вот этой вот палке. Алюминиевый уголок 40 на 40. 22 евро отдал до 2 метра этой штуковине. Да, у нас она дорого. У вас такого валяется на каждой свалке. Чел-то из каких-то годов уже давно ничего не валяется. Вот, потому что поначалу думал там Т-образный профиль. Заказал еще на Амазоне на 20 миллиметров. Потом в магазин такой пришел, посмотрел на 20 миллиметров вживую. И думаю, ой, нет. И думаю, а зачем мне Т-образный нужен был профиль, если в тисках и это можно зажимать. А кроме того, сюда удобнее уголок прикручивать, чем на Т-образный. Но вы сейчас все это поймете. Там про тиски, про все вначале уже видели. В общем, пришел к этой палке. Да, самое дорогое в этом проекте. Алюминиевый, чтобы сверлить удобно. С металлом не хочу работать. Твердости достаточно. А, алюминий типа не металл, да? Ну и дальше отрезать. По длине надо определиться. Но вот вал будет где-то отсюда, да, зацепляться. Значит, вот он заканчивается. Если у меня когда-либо будет Bigfoot, может быть, надо чуток по длине. С другой стороны, можно и крутить в других местах. То есть, например, где-то здесь, да, я думаю, если вот тут резануть, чтобы не было у меня слишком длинного ничего. Резанул, ну, с помощью этой штуковины. Понятно тут было, поэтому не стал показывать. Сейчас шлифану остренькие края с помощью вот этой штуковины. О, приехали подшипнички с Амазона. Совсем копейки. Это в этих роликовых досках их южер. Сейчас они нам понадобятся. Давайте я вам сразу обозначу идею, чтобы вы решили смотреть там дальше или нет. Или, вау, финский пряник, ну ты вообще просто гений. Подписались и полайкали. Вот, смотрите, идея была. Я такой ленивый чувак. Пряник. И хотел, вот у меня много всяких уголков. Я еще добавил, еще больше купил. Если стол подвинуть, там еще поместится больше. Вот, идея была, значит, смотрите, вал-то нам надо крутить на чем-то. По поводу там ровности и всего этого, и потом. Вот, а крутить как? Чтобы он хорошо крутился. Подшипнички, да, на подшипничках ездил. Бим-бим-бим-бим. Вот, я такой все там замерял там и так далее. Хотел, в общем, найти уголки так, чтобы вот дырочки новые не сверлить. Прямо вот так вот закрепил подшипники. И такой вал-то поставил на них, да. И оно все крутилось. Вот. И я вот сейчас вот тут вот подбираю, подбираю это все. И вот, например, вот с маленькими подшипниками смотрю. Я думаю, ну ничего без сверловки не получится. Так что ты, пряник, конечно, ленивый. Но придется тебе браться за сверло и, скорее всего, еще и за болгарку. Вот, пока что из самого идеального, что мне нравится. Это вот такой вариант, в котором я просто вот здесь вот пик-пик уберу. А ушки-то и не попали в кадр, где я вот здесь вот пик-пик уберу болгарочкой материал. И мы, значит, будем иметь свободное место для вращения вала. Но я-то хотел такой универсальный риг. Риг-риг. Как же это по-русски? Риг-риг. Ну вот он по-английски риг. Р-А-И-ДЖИ, да? А. Вот, я хотел универсальный, чтобы, значит, проверять и проб-шафт. Проб-шафт. А-а-а, ну как же он у нас-то по-русски-то? Грибной вал. Во. Вот, чтобы его проверять, то есть такой ниже, уголки поменьше, да? На нем так его проверяем. А выше мы проверяем. Так все влезает. А выше проверяем мы вертикальный вал. Вот, такой универсальный риг хотел. И такой, думаю, ладно, маленькие подшипнички мы купим для того, чтобы проверять. Этот грибной вал, вау, запомнил, ну ты даешь. Вот, а побольше подшипники, чтобы этот. Ну, сейчас я смотрю на все это мое хозяйство. Может, не очень благослуженно прозвучало, но смотрю на него, в общем, находясь туда на уголке, я имел в виду. Вот, и думаю, что все равно придется тут работать напильником. Посмотрим. Ну, идею я вам обозначил. Если вам все дальше понятно, ну, тогда такой там кнопочка X там есть. Подписаться там, лайкануть. И может не смотреть. А если ничего не понятно, или понятно половину, или вы хотите увидеть результат, Ну, смотрите дальше, что. В общем, смотрите, вариантов немного, да. Берем сперва самый низкий уголок. Ну, вот, если хочется быть ленивым и не сверлить дырки, Вот, и брать вот эти вот маленькие подшипнички. Вот я беру их. Короче, нужно вырезать вот отсюда из центра металл, чтобы туда, соответственно, вставал шафт. Вот я сейчас вырежу это. Шафт, шафт. Опять забыл. Ну, как же я вал. Во. Вот. Я сейчас просто вырежу вот здесь вот металл. И все. А подшипнички тогда прикрутятся на свое место. И у второго так же сделаю. А потом я так же сделаю со следующим, который подлиннее и подшипники побольше. Показывать не буду. Логика понятна, да. Ну, и вот, смотрите, я вырезал. Мне кажется, уже на это место, в принципе, вал встанет. Да. То есть, вот я вырезал. Оп, убираем. Вот. Это было вообще просто несколько секунд. Девочки не успели запугаться. Знаете, почему я не хочу сверлить? Потому что просверлить на одном и том же расстоянии от вот этого, от этой плоскости и так далее в двух разных уголках. Вот так далее. Это было как-то совсем неуместно. Ну, ладно. Это значительно сложнее, чем просто вот убрать металл лишний. А почему надо на одинаковых расстояниях и плоскостях? Ну, потому что мы же хотим сделать ровно все по уровню, да. Это позже будет видно. Поэтому я не хочу сверлить. Я хочу найти что-то с готовыми отверстиями. Они-то уж на своих местах стоят. Поняли идеи, нет? Ну, спросите в комментах. Объясню, может. Да, тупо, наверное, объясняю немножко. Ну, следующий-то шаг, я думаю, всем понятен, да? Вы подбираете из тех болтиков, что у вас есть. Ну, я, кстати, сразу же подбирал, чтобы в этих подшипниках был нужный мне маленький внутренний диаметр. Прямо вот на соответствие этой дырке, чтобы ничего не сверлить. И на соответствие этих болтиков. Наверное, пятерка. Не помню, что говоря. Проверять не буду. Идея элементарная, вы понимаете. Так вот, вы подбираете эти болтики и гаечки и просто зажимаете так, чтобы зажималась центральная часть подшипника. И они, соответственно, здесь они жестко зажаты. А здесь все прекрасно ходит и крутится. Сейчас, я думаю, даже таким пряникам, как мне, стало понятно, о чем вообще тут идет речь. Речь идет о том, что мы будем это сюда упирать. И вот он уже крутится. Дальше я не знаю, будете смотреть или нет. Если не будете, просто лайканите, да подпишитесь. Вот. Понятно, да, идея дальше. Вот, смотрите, ребята, да. То есть мы имеем два уголка, у которых вот на этом расстоянии эти подшипники абсолютно на одинаковом месте. Потому что не надо было с этим париться. Дырки там уже были сделаны. Да, но я тут протупил. Они же, получается, вот так, да. То есть мне нужно будет подгадывать вот это вот. Вот это вот расстояние. А мне бы это не хотелось. Я сейчас попробую поискать. А есть ли у меня все-таки уголки такие, чтобы вот не подгадывать вот это вот расстояние. Может быть, это, конечно, не проблема. Посмотрим. Вы поняли, да, идея по поводу, почему надо искать такие уголки, где не надо самому сверлить дырки. Да, чтобы вот у нас вот это вот расстояние с ним все было одинаково. И, в принципе, вот с этим тоже расстоянием все было одинаково. Ну, вот тут я по поводу симметрии, конечно, протупил. Смотрите, значит, мой уголок, да, смотрите, абсолютно та же ширина. Было бы круто такое размещаешь и вообще не паришься, да. Абсолютно та же ширина, та же плоскость. Ну, не плоскость, что-то другое, да. Но такой ставишь этот, а это вообще не симметрично. Значит, надо как-то ставить так. Ну, некрасиво, ребят, да. Такой, окей, так, если это все-все равно не то. Смотрите, фишка, народ, вообще от ас. А если его поставить вот так, то мы вообще попадем абсолютно куда нам надо. Ха-ха. То есть, смотрите, вот это переносим сюда. Поняли, да, идеи? Ну, конечно, смотрят-то все-таки не дураки, поняли, все. Потому что я думал такой, не, давай-ка я с этим уголком. У него тут все симметрично. Да, то есть, ну, ему бы тут, во-первых, пришлось не только в середине бы вырезать, но еще и сверху, потому что, видите, тут какой-то такой лишний металл. Но, когда бы я его ставил сюда, ну, он все-таки по ширине не очень. Мне бы все равно пришлось выгадывать. А здесь прямо по ширине-то он одинаковый. Мне вообще ничего не надо выгадывать. А вы же уже поняли, что я ленивый, да? Короче, смотрите, я сейчас вырезаю вот здесь. Вот. И перекручиваю эти подшипнички сюда. Пару минут даже на переделку не прошло. Так, ребят, штатив мне тащить лень. Вы уже поняли, что моя фамилия Ленин. Вот, значит, смотрите, идея, вы поняли, да? Я их ставлю вот так. Теперь они в одной плоскости. Я их там выровняю. И здесь у нас будет стоять этот шафт. И он будет крутиться. Эх, кто бы мне помог? Ну, ладно, вы идею понимаете. Когда я закреплю, то все станет ясно. Единственный момент, да? А где мы его будем крутить? У него, значит, одинаковая плоскость. Вот это, здесь уже идет переход. Да, надо посмотреть в доке, где его надо соединять при кручении. Возможно, он там на токарном станке. Тут и тут как-то крепится. Ну, и вы, может, помните, что, да, тут у меня подшипники побольше. И я вот смотрю, что здесь вот самое то получается, чтобы выбрать... А даже не надо, похоже, выбирать. Даже не знаю. Похоже, даже ничего не надо выбирать. Я выберу металл отсюда. Что мне? Проблема, что ли? То есть я делаю выбор в пользу вот этого уголка, который, опять же, по ширине абсолютно подходит. Вот вы, кстати, видите, да, наверное, то есть это 40 получается ширина, да? По этому профилю идеально будет его прикрутить. И по высоте, конечно же, он выше предыдущего. То есть длинный, опять как его зовут, вал. Вот, будем проверять выше, чем нижний. Вот так вот. Ну, давайте выберем все равно металл. Ну, так-то точно ничто никому не будет мешать, поэтому, ну, убрал я вообще секунд 30, а то и меньше. Видите, дырка-то здесь та же, болтики-то у нас те же. А диаметр-то внутри-то подшипничка больше, чем в этом, да? Значит, что? Правильно, детишки догадались. Догадались, используем шайбочку. Подбираем просто шайбочку, которая только в серединке зажмет. Вау! Я ввелся нюансик, раз у нас дырочка-то в середине больше, а эта дырочка меньше, что у нас есть свобода движения, поэтому очень важно шайбочку-то отцентровать, чтобы все было в одной плоскости. Вот, в общем, каким-то образом получилось, не знаю. У этого криворучки, в принципе, все получилось. Так, идею вы понимаете, да? Здесь у нас уже будет вертикальный вал стоять, длинненький, побольше ему подшипнички и повыше. Вообще должно быть понятно все. Лайканули уже? Подписались уже? Белочка, видос залайкаешь. Так, смотрите, ребята, мне не понравилось вообще, как эти работают. Что-то они тормозят. Я, кстати, потом, когда вот уже стал пизделать на эти, подумал, что, наверное, они тормозят, потому что они вот этой своей плоскостью задевают вот здесь уголок. Но неважно. В общем, маленькие тоже годятся. Я вот тут проверил, крутится прекрасно, но я вот подумал, что по-правильному будет, чтобы ничего, чтобы вот эта плоскость, которая крутится, не касалась плоскости уголка. Сюда еще вот такую маленькую шайбочку поставить. Вы понимаете, да, идею, наверное? То есть здесь оно болтом упирается в центр подшипника, здесь шайбочка защищает. Сюда мы ставим, и у нас прекрасная плоскость для вращения имеется. Вот, я решил тоже применить те же маленькие. Вообще не проблема здесь. Переделываю. Вот. То есть такие нюансы, да, обращайте на них все внимание. Если вам интересно конкретно вот эти подшипники, диаметр там внутренний, наружный, ну, спросите, напишу в комментах, что это было. Так, ребят, я тут предварительно для вертикального вала все это запулил. Начал делать, значит, для этого грибного вала. И помните, я там вам говорил про плоскости, да? И такой, короче, думаю, нет, что-то не очень получается, если крепить где-то здесь или какие-то здесь это ниже, чем это. Какие-то там подкладки, думаю. Наверное, надо за эти плоскости креплять. Померил их там, моим этим советским микрометром, где он тут, в каком-то я уже его видосе юзал. Эй, ты, USS, куда затерялся? Ну, да и ладно. Вот, померил, да, вроде бы они одинаковые. Потом думаю, ладно, давайте-ка посмотрю доку. Короче, смотрю доку. Ну, да, да, видите плоскости? Запомнили, да? То есть, это и надо их правильно ставить на эту плоскость и на эту. Вот, я тут этот уже закрепил. Ну, не очень получается удачно, потому что, если я... А, нет, почему? Нормально, удачно, по-моему. Если эту плоскость тут, то этот можно там. Потому что это я подумал, что если я вот сюда, тогда там мне не хватает. Да, нормально. Вот, смотрите. То есть, эту плоскость я сейчас закреплю здесь и вот эту плоскость. Так, ну, да, может уже под вечер объясняю, и не очень. Воскресенье, завтра рабочий день. Но, идею-то его поняли явно. Дальше, идея заключается в том, что выставляем это в тисках по уровню. Вот у меня есть уровень для Барби. Такой. И у меня вот что получилось. Если я ставлю здесь по уровню, снимать уже не буду, показывать вам. Длинным у меня здесь не получилось особо подобраться. Ну, так, более-менее подобрался. То здесь у меня не по уровню. Туда закос? Нет, туда, да? Не знаю, почему так получилось. Наверное, все-таки не идеальны эти уголки. И вот идея с тем, что подшипники стоят на тех же самых места, дырках на том же самом расстоянии, высоте, что здесь, что здесь. Возможно, она не работает. Ну, ладно, неважно. Скоро узнаем идею. Я для начала поставил этот по уровню. Вот. Я тоже пока не очень понимаю, насколько здесь уровень, идеальный уровень важен. Ну, вот. Поставили и будем крутить. А дальше в ход идут инструменты. Так вот, инструмента у меня будет или уже есть видео про весь инструмент, который нужен. Специальный инструмент при ремонте этого редуктора, который нужен и не нужен. И вот мы имеем еще один инструмент. Называется DEL-индикатор и нога для него. У Меркури есть свой очень дорогой. Я бы не назвал это special инструментом, специальным инструментом, потому что в реальности, если вы делаете еще какую-то другую работу в гараже, то вы, наверное, уже знакомы с этим инструментом. Или делаете, или будете. Значит, индикатор я купил японский. 50 где-то евро обошелся. Реально made in Japan. Не тутая. Потому что я там рассматривал всякие на Амазоне варианты. С китайскими там вообще видно, что показываю. С китайскими или бренды китайские всякие, Стэнли и так далее. Все равно это все китайское. Одно и то же. Там разница была ну 20-30 евро, что на Алике, что где-то. На Алике я вообще ничего не покупаю. Там дорого обычно и бесполезно. Вот. Поэтому я взял японский. Да, конечно, мне кажется, что возможно я только вот буду им заниматься этим валом больше ничем. А так он проверяет. он люфт и проверяет. Вот. Получается. Ну, собственно, здесь мы тоже проверяем биение, люфт. То есть в любых он приложениях. И он вам нужен еще, когда вы вертикальный вал будете ставить заново. Ну, там нужен не только он, но еще дорогой инструмент. Ладно, об этом будет видео про инструмент. Собственно, нога, которая его держит. Я уже сказал, там что значит, в районе 50 евро, а подешевле 20-30 на меня как они будут работать. А нога, нога просто, да, тоже в районе 20-30 держать его. Там тоже разные варианты имеются. Вот. На Амазоне взял. Не, не на Амазоне, кстати, это где-то я тут у нас взял. Местный, да. Ну, тоже это в принципе китайский ребренд. Типа там какой-то МРТУ. Вот. Вот. Нога магнитная, там включается и выключается. Вот сейчас она не магнитится, можно включить магнит и тогда... А, тяжело ее оттуда отобрать. В принципе, наверное, не особо важно, где ее поставить. Закрепить в ней инструмент. Вот. И проверять. Да, там еще инструмент и вот этот вал можно проверять прямо, когда он уже в редукторе поставлен, собран. тоже такой вариант. И нога на магните там помогает. Если это сделаю когда-то, но это будет не скоро, покажу в другом видео при сборке. Так, про инструмент я думаю, понятно, может сумбурно, но понятно, объяснил. Сейчас я все настрою и вот тогда будем уже доберемся до истины скоро. Вау! Смотрите, ну а дальше возникает вопрос, как этим пользоваться. Ну, начинается, мы пришли смотреть, как проверить валы на вертикальность. ребят, я заявил не об этом. Я вот про придуманный рик вот эту вот конструкцию заявлял, а не про то, как правильно проверять валы, как пальцы пользоваться инструментом. Поэтому тут как раз таки нужно, чтобы кто-то подсказал и знающих, если такие смотрят. Так вот, без толча. Так вот, смотрите, что я думаю. Во-первых, да, все-таки, наверное, какая нога очень важна. Здесь, во-первых, там все плоскости, настройки, чтобы можно было вот прийти в эту точку удобно. И вот смотрите, здесь я когда кручу, да, видите, я создаю движение, да, и еще есть тут движение, так, как бы вам подсказать. Подождите, оно было. А, вот, то есть, вот отпружинивает, да, то есть, насколько я полагаю, насколько я полагаю, надо вот здесь вот создать, скажем так, напряжение, да, то есть, чтобы потом видеть, что оно входит. Наверное, как-то отрегулировать до нуля, можно еще вот тут вот покрутить, наверное, на ноль там шкалу выставить, если уж нужно абсолютное значение, а не просто результат, а потом крутим, типа, и вот стрелка ходит, да, я правильно понял? Подскажите. Сейчас я это все поровнее поставлю, я просто демонстрирую вам возможности этой ноги, наверное, если вы будете покупать, то какая нога и как она настраивается важно, то есть, видите, тут такой вот бэк-бэкс, а здесь можно, видно, вручную напряжение, это создать, вот, а эту плоскость и эту одной вот этой вот крепит. Давайте я засниму процесс, как я представляю, процесс установки, да, то есть, я подхожу сверху, чтобы это было ровно, как бы упираю сюда, чтобы касалось, здесь у меня лежит, вот, я так полагаю, ну, наверное, совсем надо ровно, там у меня затянуто, вот, и здесь, я так полагаю, что я, то есть, это я вверх отодвигаю, а вот я, типа, создал некое, на нем, наверное, напряжение, не знаю, вот еще там ходит какая-то пипочка, наверное, вот выставляю на ноль, ну, посмейтесь, посмейтесь, это не запрещает, да, я уже сказал, о чем видео, поэтому это имейте ввиду, вот, выставляю на ноль, так я полагаю, да, вот, а потом начинаю крутить, ну, вот видите, что-то работает, и, по-моему, он просто идеальный, его не ведет вообще никак, но это, в принципе, по-моему, и так видно, на глазок, да, как говорится, вот, если что-то делаю неправильно, подскажите, те, кто знает, да, вот, я обозначил, что видео не об этом, так мне кажется, что, классную ерунду придумал, вот, так, значит, какой еще момент, а, еще можно этот вал, проверять, когда он, уже, стоит в редукторе, прям на мотор, вот эту, железную стойку, настраиваешь, там, типа, в моторе, получается, не на этом, не на такой конструкции, а уже в моторе, там, получается, стоит, как надо, в принципе, как раз там и полезно проверить, будет ли, все, биться, криво ходить, или нет, и, я думаю, похоже, ослаб, инструмент, вот, и, там, как раз таки, в моторе, полезно проверить, я думаю, тоже, вот, в общем, вот, это идея, да, сейчас мы вертикально, это посмотрим, на этом месте, да, что там с ним, в разных точках, а так, если уже нравится, то лайканите, а если не нравится, напишите, там, эфинский пряник, ты ерунду такую тут рассказываешь, вообще, сперва обучись, а потом показывай, вот, там, уже такой писал, но видят мне об этом, и, кстати, если я правильно делаю, тоже скажите, а иначе, как я узнаю, я выставил более-менее, ноль вверху, хотя, это явно не нужно, перезарядил его, но, вот, про деление, то я правильно вообще понимаю, то есть, у нас отъехало, раз, два, три, там, четыре, деления, то есть, это, 0.04 миллиметра мы получили, правильно же, а в доке сказано 0.152, можно, а 0.152, это же будет, что у нас, кто мне скажет, это вообще, когда вот там, вот, либо туда на 85 попадет, либо от нуля сюда на 150, да, вот, подскажите, ну, сейчас я 0, похоже, вообще сбил, да, ну, все равно, я так полагаю, что здесь все прекрасно, о том, что оно все правильно работает, можно же вот так, наверное, показать, вот, я сюда двигаю, и там уже, другая поверхность, то есть, все работает, мне кажется, что правильно я проверяю, вот, то есть, даже, если там, учесть, какой-нибудь, у меня тут не в уровень, стоит, ну, у меня же здесь, вот эта штука стоит, да, у меня же, значит, все равно тогда показало хуже, в общем, советуйте, знающие люди, ну, мне кажется, тут все хорошо, вот, там еще, кстати, момент про эту поверхность, в доке, вот, я тут посмотрела, так, дока, 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 и дока, ладно, отключу ее, вот, здесь сказано, видите, еще про то, что, вмятины не превышают 0,12 миллиметров, на поверхности, ойл сил, то есть, там, где идут эти, сальники, это вот здесь, вот, это, я так полагаю, можно тоже проверить, данным прибором, правильно же, опять же, подскажите, мне кажется, что да, то есть, если мы его, если мы его сюда, вот, перенастроим, так, вот здесь, уже совсем плоскость, получится другая, да, ну, вот, в принципе, так, перенастраиваю, хоп, такой, а, ну, вот здесь, наверное, знаете, какой принцип работает, если я правильно понимаю, опять же, подсказывайте, и не надо шпынять, я же сказал вам, видео не об этом, а вот об этом устройстве, вот, значит, можете же принять, ваше дело, ну, давайте, ладно, не, давайте, я этой штукой, вот, я в ноль выставил, да, то есть, я так полагаю, ну, а что, первый раз в жизни делал, так полагать, остается, а, здесь ход маленький, я так полагаю, что двигая туда-сюда, вот, я смогу тоже словить эти все вещи, на всякие ямки и переходы, вот, ямка, но это уже туда, где начинаются эти, шлицы, о, какое слово знаю, по-русски, вот, то есть, я думаю, правильно, да, проверяем, вот, туда мне уже не поехать, да, как это интересно делается, ну, вот, насколько-то поехало, ну, по-моему, идеально, о том, что все работает нормально, смотрите, я вот так вот попробую, оп, работает, значит, все, правильно, ну, то есть, если я убираю сюда, тоже, работает, ну, значит, реально, так, теперь я какой-то уже тут сбил, может быть в другом месте канавка, я так полагаю, никаких тут 0,12, и даже и не пахнет, и шкала 0,01, да, одна резочка, в общем, вот я вам показал, какие вещи, если круто, ну, скажите, а если нет, тоже скажите, в общем, пишите как можно больше информации о том, чтобы я, почему, потому что мне он понадобится потом для регулировки люфта, вертикального вала, и я уже хочу знать точно, как этим правильно пользоваться, а здесь вертикальный, а здесь этот вал, я точно вижу, что он ровный, и даже со своими методиками, давайте, наконец, уже вертикальный посмотрим, кстати, где он вам понадобится, когда будете собирать, да, вот снова этот индикатор, эти все ноги, не обязательно, можно стой, то есть, вот тут люфт будем проверять, и это случится не скоро, но подписывайтесь, но до этого мне надо, чтобы кто-то подсказал, правильно ли я пользуюсь, инструментиком, сперва я установлю уровень, выпираясь прямо на него, ага, ты что, на кривой вал, выпираешься, уровень выставляя, да, представляете, да, я уже понял, что перфект уровень, тут все равно не нужен, ну, то есть, как я, открепляю, тисочки, легонечко, так как металл, все-таки, имеет некоторую мягкость, алюминий, я выбрал, это я уже, сам себя похвалил, выбрал-то я алюминий, не из-за этого, а это придумал, сейчас на ходу, вот, то я могу, не совсем ослабляя, регулировать, я поставил уровень, все должно быть прекрасно, пробуем, так, а нужно будет опять помощь, из зала, я не нашел, в доке вообще, пролистал здесь все, про проверку вертикального вала, в каких точках, и какие люфты допустимы, я, конечно, сейчас это все проверю, на глазок, снова, во всяких точках, ну, понятно, что я проверю, там, вот в этой вот, так, где она, тут вот в этой вот точке, я, понятно, проверю, там, напроверяю, но, ну, и люфт тот же возьму, который тут обозначен, для грибного, но, надо, чтобы кто-то подсказал, снова, может, дока какая-то, слишком новая у меня, 2006, по-моему, и вот, смотрите, тут можно интересные вещи, продемонстрировать, по поводу ноги, например, да, как полезен магнит, вот, у меня от тисков, она уже не дотягивалась, а здесь оказалась полочка, под ноут, и, соответственно, на магните я мог ее сюда пристроить, наверное, можно еще сюда примагнитить, то есть это про ногу, а еще, ну, тут вот все трясется, это тоже, конечно, станок, верстак, точнее, не очень хорошо иметь, такой трясущийся, а еще, видите, оно вот на таком расстоянии, здесь, я, типа, настроил, вот эта вот крутилка держит, сам индикатор здесь, а вот про эту кнопку я рассказывал, да, она создает изгиб, и вот, смотрите, я сейчас буду крутить, так, куда надо крутить, во, вот эту сторону, и оно прислоняется к валу, да, а вот здесь, видите, что происходит, то есть мы, типа, заряжаем, да, ну, вот объясните, правильно я пользуюсь этим, или нет, вот, зарядили мы, шкалу-то, шкалу-то, для удобства на ноль, надо поставить, да, но скорее всего, все-таки это тоже не имеет значения, когда мы не проверяем, как это, не абсолютные величины, да, ну, и тут, конечно же, все тогда сразу же ходит и скотчет, как вы видите, да, может быть, есть какие-то другие методы это тестить, кто знает, скажите, но я думаю, что суть в твердой ноге, и в столе не трясущемся, ну, ладно, я думаю, нет, дай, нет, видите, надо все-таки как-то добиваться, да, нуля, чтобы красивее все было, давайте его путем, ну, чел, ты сперва подготовься, а потом показывай, никто не обещал, типа добился, да, ну-ну, ну давайте покручу прямо вот, не отходя от кассы, то есть вот так буду крутить его, чего ты там добился-то, какой-то совсем ровный, такого не бывает, ну, не бывает, да, такого, давайте все-таки зарядим, по крайней мере, то, чтобы он был точно заряжен, да, заряжен, давайте вот так проверим, и теперь поднимаю, точно заряжен, да, ну, пускай будет вот тут заряжен, сейчас нам главное, да, он просто идеальный, поэтому все так и работает, либо руки у меня не идеальные, ну а что там, так, ну, резкость, спасибо, да, ну, видно же даже на видео, что он идеальный, без индикатора, вот, то есть вы поняли, да, а что тут непонятно, вот, да, классно придумал, э, клайканите, а мне понравилось, вот, я думаю, здесь даже не надо проверять, я попроверяю, ну, вам уже что показывать, не буду, наверное, вот, я думаю, все, я здесь покрыл, давайте некий итог подведем, а оркские акулы, не оренбургские, кстати, пророчили мне кривые валы, вот, наверное, у меня валы не кривые, но вот, может быть, руки, ну, по мне, так здесь все, просто красота, просто красота, просто, ой, сам себя не похвалишь, стоишь, как оплеванный, ну, полайкайте, что ли, белочка, видос залайкаешь, ну, и по ценам, вы понимаете, да, уголок там, у вас, наверное, это вообще копейки стоит, а мне за 22 евро пришлось купить 2 метра, вот, эти уголки здесь копейки, по евро там 2 стоят, шурупы, вообще мы не считаем, да, то есть это практически бесплатно, если не считать уголка дорогого, практически бесплатный риг, 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 ну, как же это по-русски-то уже этот риг, R-I-G, практически бесплатно, да, вот, и работает, и хранить можно без проблем, поснимал, убрал всего лишь метр, и так, итог, для тех, кто не смотрел видео, а кто смотрел, лайк, подписка, и можете смотреть, что поинтересней, значит, уголки подбираем, да, на двух уровнях, да, чтобы проверять, верти, грибной вал, точки проверки, соприкосновения указаны в доке, это, значит, вот эта точка, и эта, это потом просто на глазок вымеряется, для вашего вала, а уголки для того, чтобы проверять вертикальный вал, соответственно, повыше, подбираем подшипники, такие, чтобы использовать существующие дырки на уголках, чтобы вот эту вот плоскость, высоту не придумывать нам, все, что нам нужно будет, это отрезать лишний металл посередине тогда, вот, и как оказалось, заработали только самые маленькие, как раз таки, подшипнички, так, что значит маленькие, я вроде обещал все-таки сказать, ай, ну, давай ты штангель, вытаскивайся, ну, вот этот чел еще и с заключением тянет, не подготовился, да, да, именно так, так, вот, значит, да, это диаметр, 16, да, 16, вспомнил, а внутри, по-моему, пятерочка, значит, и тогда мы используем болты, вот, момент, мы используем тогда болты имеющиеся, дырки ничего не сверля, у нас нету этого движения внутри, которое тоже нам мешает создать одинаковую плоскость, можно ли это сказать, плоскость здесь и здесь, то есть нюансики, казалось бы, ну, подшипники там прикрутил и все, но есть нюансики, также нюансик про то, что вот туда мы шайбочку подставляем, чтобы он не упирался здесь, подшипники это просто копеечные, от скейтбордов, наверное, на Алике тоже есть, но я Аликом не пользуюсь, вот, на Амазоне я купил, сюда я просто вообще шурупами, да, там вот небезопасно, болты не стал использовать, здесь нюансы тоже были, да, хочется ровно разместить, что это, что это в одной плоскости, ну, с нескольких попыток, благо тут много дырочек, потому что все равно есть некое смещение, когда сверло меньшего диаметра, чем дырка, и тогда руки кривые, вот, так, какие нюансы, провал, 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 чтобы не проваливался, провал, нет никаких нюансов, подбирайте под свое, зажимаете в тисках, по уровню, выставляете, и вперед, про инструмент, да, инструмент помним опять, то есть можно просто набор, там, за 50 баксов купить, с китайским, настоящим китайским, или ребрендовым, китайским, инструментом, можно японский, разница вообще небольшая, нога, нога, да, имеет значение, как видите, там, чтобы были хорошие плоскости, настраиваемые, и вот здесь, вот регулировочка, которая подтягивает, или опускает, нога хорошая, вообще понравилась, мне нога, это вот, я вот вам ее показываю, ищите примерно такую же, это все равно, и китайский ребренд, тоже, да все, если что, упустил, просто в комментах скажите, и обязательно расскажите, как инструментом пользоваться, пока!